Итак, первый вопрос на сегодня. Ассаламу алейкум, можно ли праздновать Новый год? И по этому же поводу был еще один вопрос, который мы сюда же включили, и на эти два вопроса ответим вместе. И второй вопрос звучит следующим образом. Расскажите о праздниках, которых нет в исламе. Новый год, например. Если не грешить, не совершать деяния, которые противоречат исламу, то можно ли праздновать такие дни с целью поддержать добрые отношения с родными и знакомыми? Как нужно себя вести, когда тебя поздравляют? Начнем с того, что, само собой, естественно, что новогодние праздники, которые приняты в частности в России, они, вне всякого сомнения, являются запретными, ибо в них присутствуют алкоголи, присутствуют другие запретные деяния, танцы и тому подобное. То, что запрещено в исламе. Естественно, подобное отмечание Нового года никоим образом не разрешается. Но, если поставить вопрос так, как поставил тот, кто задавал второй вопрос, то есть, если в праздновении Нового года не будет, например, алкоголя, в праздновении Нового года не будет чего-то другого, запретного, например, запретной музыки, танцев и так далее и тому подобное, то можно ли отмечать Новый год, чтобы хотя бы поддерживать добрые отношения с друзьями и родными и знакомыми? Само по себе, естественно, это не запрещено. Само по себе это не запрещено. То есть, отмечать Новый год для того, чтобы поддержать... То есть, отмечать какие-то праздники для того, чтобы поддержать близкие родственные отношения и так далее. Но здесь необходимо обратить внимание на один очень важный момент и на один очень актуальный для нас вопрос. Дело в том, что в исламе и наши ученые по этому поводу издали фетвы, например, его светлость Имам Хамри или Аятулла Узма Мякарим Ширази, они ясно и двусмысленно в своих фетвах говорят, что если празднование подобных праздников, немусульманских праздников, приведет и приводит к тому, чтобы среди мусульман и в мусульманском обществе распространялась культура, немусульманская культура, немусульманские обычаи, то это запрещено. Например, Макарим Ширази говорит, что не запрещено, если есть в этом необходимость для того, чтобы поддерживать, именно необходимость. То есть, если вы не можете поддерживать дружеские, добрые отношения со своими родственниками, со своими близкими родственниками, если вы не можете с ними поддерживать подобные отношения без того, чтобы отмечать Новый год, тогда да, тогда можно. Но если таковой необходимости нет, и отмечание Нового года служит неким дополнительным фактором сближения, то нет. Это никоим образом не разрешено, но и в особенности с учетом того, в случае, когда это приводит подобные праздники, то есть, это и 8 марта, день, как это, день Валентина, день, как называется, день влюбленных и так далее. Все эти праздники отмечать недозволено, если они приводят, отмечание этих праздников приводит к распространению немусульманской культуры и немусульманских обычаев среди мусульманского общества, среди мусульман.